Возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. Сегодня на Левобережном кладбище прошло мероприятие, посвященное 38-й годовщине ввода советских войск в Афганистан. Подробнее расскажем в нашем следующем сюжете. Ровно 38 лет назад, 25 декабря, советские войска вошли на территорию Афганистана. Эта битва затянулась почти на 10 лет. Сегодня вспоминают тех, кто сложил в ней голову. Война унесла жизни 15 тысяч парней. Более 600 тысяч получили ранения. Порядка 600 с лишним человек пропало без вести в Афганистане. И наши 16 парней ушло из жизни, исполняя свой долг. Мы, как и ветераны Великой Отечественной войны, ветераны Афганистана, пошли экзамен на стойкость, на мужество. Многие из парней, практически все, проявили отвагу и мужество. Евгений Никитин воевал в Афганистане в 1981 году. Был командиром танкового взвода. В мае 1982-го получил ранения во время боевых действий в Паншерском ущелье. Был ущелье, называлось ущелье Любовь, где был очень такой мощный опорный пункт. Это был Ахмад Шахмасуд, который контролировал это место. Ну и был первый Паншер, штурм. Да, вот в мае 1982-го года наши войска, они входили туда, но потом, так сказать, их не пускали. В 1982-м году набрали очень большую группировку и прошли от начала до границы с Пакистаном. В этот день воздали славу и павшим фронтовикам. 157 фамилий солдат Великой Отечественной со всех регионов увековечены на плитах братской могилы. Найдены родственники, которые 45 лет искали место захоронения близких и людей. И благодаря нашим, моим девочкам и мальчишкам из отряда, 157 фамилий были найдены, увековечены вот здесь на мемориале. В завершении мероприятия школьники-ветераны возложили к воинским мемориалам цветы и почтили память павших минуты молчания. Ольга Сухоплюева, Егор Суханов, информационная служба, Медиагруппы ЗНАК.